Мужчина любит, как отражение. Он не является источником любви. Женщина тоже не является источником любви. Бог является источником любви. Но женщина аккумулирует в себе любовь. Она соткана из любви, поэтому тело нежное, все для этого соткано. Женщина всегда питается только любовью. Допустим, она кушает, она не жрет, а пробует. Мужчина жрет, тоже не кушает. Она берет так. Нет, это и не буду. Следующая. Понимаете? Попробовала. И ребенок тоже не ест, он тоже пробует. Заметили? Даже. Хоть мальчик, хоть девочка. Потому что и ребенок, и женщина питаются любовью. А когда человек питается любовью, ему нужны вкусы, а не количество пищи. Вот он, допустим, вкусов достаточно получил, наелся. Поэтому женщине много не надо есть, им нужны разные вкусы. Мужики. Он хлеб есть, бери в холодильник. Ей не нужен хлеб, ей нужны вкусы. Ты меня достала. Достала, тогда иди, вон, со слом живи. Чего ты себе женщину-то взял? А все, он будет стоять. Ну, по барабану. Ну, все, куда мы. Вот. Женщина, она будет мучить тебя. Дай мне то, дай мне все, хочу этого. Для чего? Потому что так действует энергия любви. Энергия любви требует отношений, вкусов разных. Особенно, если она беременная. Теперь уже на двоих. Ребенок вкусов хочет, и она. Теперь бегай в два раза больше, ищи. Это хочу, нет, теперь нет, я не хочу. Потому что она уже наелась, ребенок просит, а он другого просит. Она говорит, это теперь не хочу, давай это. Потому что ребенок уже хочет кушать. Его достает постоянно. Он туда бежит, туда сюда. Это означает любовь. Надо понимать. Энергия любви требует вот таких вещей, заботы. Женщина тоже часто странная. Женщины говорят, что-то меня муж бросил. Я сразу же спрашиваю, вы его кормили? Обычно ответ нет. Почему? Потому что муж получает энергию любви. Это тайна, вот непонятная для женщин часто. Муж получает энергию любви, как ребенок, точно так же. Если женщина грудью ребенка кормит, она становится матерью для него. Точно так же женщина, когда кормит мужа, готовя ему с любовью, она становится женой. Часто женщина, например, нанимает служанку богатая, чтобы она готовила. Замечательно. Значит, у мужа будет любовница в доме. Почему? Потому что он почувствует энергию ее любви, этой женщины, которая готовит, ее полюбит со временем. У меня даже примеры есть. Окей. Даже такой пример. Одна женщина родила, и ей не хватало времени, она подружку пригласила готовить. И муж ушел с подружкой. Потому что она готовила ему, он ее полюбил. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Такая крючкообразная система. Так устроен этот мир. И поэтому, когда женщина говорит мужу, я тебе ничего не приготовила, у него сразу обрывается все внутри. Он может и не хотеть этого, но так устроен этот мир. Он думает, все, она меня не любит. Женщина, ну что такого не приготовила? Потому что женщина и придает такого значения еде. Она везде может, ну как бы, она подклевывает, она не ест. Тут попробовала, там попробовала. Она не парится с едой, потому что она пробует всегда. Ей даже, может, и готовить самой даже не надо много. Тут попробовала, там попробовала. К подружке зашла, попробовала. К соседке попробовала, все, сытое. Муж же к соседке не пойдет пробовать? Или к соседу, да? Зынь, можно тебе попробовать? Мужик говорит, да ты что, пошел ты. Раз, сокровенно. А женщина, ну иди, попей чай со мной. Раз, попробовала. Нормально. Мужчина не может пробовать, ему надо жрать. Потому что ему надо работать потом весь день. Он зарядился и пошел работать, все, он не думает о еде. Женщина не может на работе не думать о еде. Поэтому, если мужчина, женщина берет на работу, он должен предусматривать в графике работы, что они должны перекусывать чуть-чуть. Тут перекусили, там, иначе раз ума сойдет просто. Не будет эффективной на работе. Женщинам нужны небольшие перерывчики, чтобы перекусить и чуть поболтать. Тогда она будет эффективной, потому что она заряжается через болтовню. Тоже муж говорит, хватит болтать по телефону. Ну, тогда тебе хватит играть в домино, хватит в футбол играть, в волейбол играть, хватит перед телевизором смотреть. Потому что все заряжаются по-разному. Женщина заряжается через ля-ля-тру-ля-ля, а мужчина заряжается через какое-то увлечение свое. У женщины нет увлечения, ей не надо футбол, шашки, домино, ей нужно просто тру-ля-ля. Потому что она женщина. И она... Она заряжается в это время. Как знаете, аккумулятор включаешь, один так. Другой. Зарядился, все. Лампочкой. Зарядилась, положила трубку, все. Ну, пускай жена заряжается. Она же... Когда она полная, она полная, она будет всем счастье дарить. Не надо даревновать ее, подружка. Итак. По-разному воспринимается знание. Женщина нуждается в лекциях, семинарах, беседах. Она, видите, в песне «Ты моя весна, посоветуй, пожалуйста». Мужчина так никогда не поет «Посоветуй, пожалуйста». Он сам себе знает, что ему делает. Мужчина сам себе советует. У него разум действует таким образом, что он сам себе советчиком является у мужчины. У женщины так разум никогда не действует. Она никогда не может сама себе советовать. Она зато очень искренне впитывает знания других людей, если чувствует, что это правда сердцем. Когда она сердцем почувствовала, что правда напитывает это сразу. И полностью наполняется этим знанием. И потом в рамках этого знания живет. Мужчина не может жить в рамках знания. Ему всегда надо вылезть за рамки и получить по башке. И это нормально. Он таким образом приобретает опыт жизни. Вот, допустим, женщине показали, как плавать. Она будет вот именно так плавать. И она никогда не будет плавать как-то по-другому. Но если мужчине показать, как плавать, он чуть-чуть так поплавает, а потом по-другому будет пробовать и хлебать. Потому что он мужчина. Ему надо развиваться, пробовать по-разному. Ему надо изучать по-разному этот мир. Но женщина никогда не будет делать так, как не показали. Если она с мужчиной вместе плавает, она говорит, ты как плаваешь, тебе как учили? Она ему говорит, она не понимает, что это он по-другому-то поплыл. Говорит, сейчас хлебать будешь. И он раз хлебает, она говорит, тебе говорила. Но он мужчина, мальчик, маленький мальчик, дайте ему ошибаться, пускай носом бьется в асфальт. Это мальчик, он должен развиваться. Если вы его ограждаете от всего нового, неизвестного, он не развьется, как личность. Нужно развиваться так. Но девочка, надо оборот, обезопасить от всех трудностей. Если девочка у вас маленькая, вы ей инструкцию полную. Вот здесь так, есть так, это вот так. Все вы ей объясните, и она будет счастлива в жизни. И надо знать все, как правильно, девочки. Так, 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 она слушает. Все, она знает теперь, как правильно. Вот, например, если бы она знала, что Олег Геннадьевич будет конфетами кидать, она бы ни за что здесь не стояла. Я извиняюсь, я не ожидал, что так может быть больно там кому-то. Сегодня раздавать будем конфеты, девушки, не бойтесь. Страх является природой женщины. Женщина страхом мотивируется на отсутствие гармонии, неизвестность. Страх является основной силой страдания для женщины. Незащищенность. Когда нет семьи, для нее тоже страшно. Без кого-то жить, чтобы кто-то был рядом, ей надо обязательно женщина. Для кого-то. Женщина живет для кого-то. Мужчина живет для победы. Ему нужна объект труда. Объект, как у меня один знакомый мальчик, родственник, говорит. Я не могу жить, хочу покончить с собой. Потому что у него нет объекта, ему надо что-то побеждать. Нет объекта труда. Нечем заняться. Сам себя не может занять, потому что ленивый. А вокруг рядом некому пинка дать. Вот он и мучается, бедный. Вот. Мужчине нужно что-то побеждать. Куда-то двигать себя надо. А женщине нужно что? Стабильность. В виде отношений. Ей нужны отношения. Если есть кого мучить, она счастлива. Чем занимается в отношениях женщина? Вот муж есть, чем она занимается? Она его приводит в порядок постоянно. Потому что природа женщины это все держать в стабильности. То есть муж, мужчина, ему не нравится стабильность. Ему надо... А она его в порядок постоянно. Домой пришел, это ставим сюда, это ставим туда, то туда, то сюда. Садимся кушать. Что это ты сегодня не то кушаешь, не порядок. Ну то есть им надо постоянно, чтобы была стабильность женщины. Если мужчина об этом не знает, он злится. Ну что она меня достает? Есть еще другая причина, потому что, почему женщина достает мужчину. Знаете почему? Потому что это объект ее эксплуатации. Мужчина достает весь этот мир, всех долбает. А женщина достает только мужчину и своих детей. Ей вообще не волнует этот мир, она достает только их. Потому что это объект ее трансформации. Она мужу говорит, мы никогда так не должны поступать. Мужу. Он говорит, я отдельно от тебя, я сам поступаю, ты сама. Она говорит, нет, мы вместе поступаем. Почему? Потому что у женщины природа такая, что она не может жить своим счастьем, своей жизнью. Она живет жизнью своих детей, переживает за них и живет жизнью своего мужа. И мужа это достает конкретно. Он думает, господи, взял жену, а получился диктатор. Ну то есть женщина, она не может глядеть на то, как мужчина неправильно живет. Она с ума сойдет просто. Это самоубийство для нее терпеть, когда мужчина что-то делает неправильно. Будет плакать, страдать. И в конце концов начнет просто ему говорить, так нельзя делать, это нехорошо. Помните Золушка там, это не Золушка, а Мальвина, про Буракина, она там всех строила, всех кукол. Это природа женщины. Чтобы все было правильно. Мальвина такая природа, все было правильно. Теперь, если говорить о женщине и мужчине, то важно еще кое-что очень важное понять всем, и мужчинам, и женщинам. Что по факту в этих отношениях живет только женщина. В отношениях между мужчиной и женщиной живет женщина. А мужчина служит этой жизни. И это объясняет, что женщина это река. Если река перекрыта, плотина перекрыта, то жизни нет ни у кого. Приведу пример. Ну, допустим, женщине нужно что-то в жизни. Мужчина делает преграду, говорит, не будет этого никогда. Ну, а ей надо, она туда течет. Это ее природа. Допустим, ей нужно сладкое есть, женщине нужно есть сладкое. Часто мужчины завидуют женщинам. Неосознанная зависть. Женщины тоже могут завидовать мужчинам. Как мужчины завидуют женщинам? Женщина говорит, хочу сладенького. Он говорит, сколько можно сладенького. Какая тебе разница? Родишься женщиной, поймешь, сколько можно сладенького. А сейчас в мужском кельте не надо об этом думать. Жена хочет сладкого, дай ей. Это ее река, она туда течет. Хорошо, он говорит, сладкого не будет в доме. Делает плотину, перекрывает. Что дальше будет? Что река делает дальше? У нее два варианта. Если она сильная река, она ее чуть с плотиной делает. Прорывает. И перетекает. Грязь, и плотина улетела. Наел и сладкого сидит. Все равно как бы. Подружки угостили. Вот. Потому что сладкая пища дает женщине энергии любви. Сладкий вкус – это энергия любви. И она питает ее гормональные функции, настроение. Если сладкого нет, настроения нет. Нужно сладкое. Но если мужчина перекрыл плотину, поставил, то лучше. Это хорошо, если она сильно и прорвет эту плотину. Он думает, ты с тобой вообще ничего. Вот. Значит, все нормально. Но если она не прорвала, плотина очень высокая, что дальше с рекой происходит? Она меняет русло. Утекает просто. Пойдет туда, где сладкое дают. Все, бросит этого мужика. Он будет страдать, потому что жизнь его высыхает без жены. Сухо становится жить. Потому что женщина, когда счастлива, счастливы дети, счастлив муж, счастливы животные в доме. Все счастливы, потому что женщина счастлива. Она является центром жизни. Река жизни. Женщина течет, живет. Значит. Мужчина заботится об этой реке. Берегам очень хорошо, когда река течет. Они тоже благу получают от этой любви. Женщина, когда счастлива, мужчине тоже хорошо. Когда женщина несчастна в доме, он подходит к ней и говорит. Че такое? В чем дело? Она говорит. Я тебя трогаю? Я тебя не трогаю. Отстань от меня. Это еще тоже надо мужчине понять, что у женщины характер, настроение меняется, независимо от ее желания. У нее сегодня хорошее настроение, через пять минут плохое. Настроение у женщины движется постоянно. И она не может его контролировать. И не сможет никогда. А от настроения ее зависит все состояние в семье. Иногда бывает, когда мужчина должен счастье от Бога получать. Пришел домой, смотрит, жена такая, на него смотрит, такая, отшибленная. Все, получай счастье от Бога. Учись не зависеть от женской энергии. Стань самодостаточным. Иди в гараж, потрудись там. Ну, что-нибудь делай. Помолись. Но если ты бегаешь за женщиной, которая не может тебе сейчас дать хорошего настроения, потому что у нее нет его. Она устала, отдыхает. Значит, будет скандал. Вообще, когда видишь, что женщина не улыбается, к тебе ты пришел, вообще, подальше от нее держись, потому что точно будет скандал. Женщина, если не улыбается, значит, будет искать все недостатки всякие, капризничать. Потому что женщина никогда не считает, что она в чем-то виновата. Если ей плохо, значит, виноват всегда только муж. Даже если детям плохо, все равно муж виноват. Это ее психика так естественно работает. Она это логически доказывает. Она уверена, что в уши просто виноват. Уверена. Но когда настроение лучше стало, она говорит, все, ты не виноват. Так же точно уверена. Тоже доказывает почему. Психика очень подвижная у женщины. Она постоянно меняется. Женщины должны это принять в своей жизни. Мужчины тоже. Женщина эксплуатирует мужчину, мужа. Поэтому ему всегда достается. Если женщина смиренная, не эксплуатирует мужа, терпит все время. Это очень опасно. Это означает, что она может бросить. Она тогда будет терпеть, 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 терпеть. Потом хрязь. И ушла. И потом не возвращаются такие женщины. Поэтому если женщина капризничает, это хорошо. Это означает, что она не терпит. Потому что если женщина не капризничает, значит, она терпит. А если она терпит, значит, бросит. Но если женщина слишком сильно капризничает, Значит, нужно немножко дистанцию увеличить мужчину, чуть подальше. Нужно берега раздвинуть, чтобы она себе спокойно текла, не наваливалась на берега, не подмывала. Как женщинам быть со своим характером? Первое, что нужно сделать, нужно принять свою природу. Большинство женщин не принимают свою женскую природу. Они не согласны в основном с тем, что я очень беспокойный, у меня очень беспокойный ум. Не согласны. Если ты хочешь любить людей, ты не можешь быть спокойным. Любовь это подвижная энергия. Она не может быть спокойной. Любовь, нежность, доброта это постоянные изменения. Психика должна меняться. Женщина не должна себя обвинять за то, что она беспокойная. Также она должна понять, что ей придется тяжело жить в этом мире, потому что высокая чувствительность. Эта одежда не нравится, эта одежда не нравится. Мужчины, никогда не покупайте сами украшения жене и одежду. Это безумие полное. Я разок провел эксперимент. Я поехал в Индию и просто решил жене купить сережки. Я медитировать начал, у меня есть способности, какие сережки ей подойдут. Сфотографировал 120 видов сережек, которые ей подойдут и выслал ей на почту. Она выбрала два вида всего из них. И один не понравился, когда я привез. Я понял, что у меня нет шанса просто. Выбрать нет шанса вообще, просто нет шанса. Она может носить из любви к мужу, но чтобы ей вот самой понравилось, это нереально сложно сделать. Я что-то не так делаю, женщины? Что-то не так говорю? Правильно? Ну вот, подарки надо хитрить. Допустим, сказать жене, пойдем на экскурсию в супермаркет. Пошли на экскурсию в супермаркет и как бы спрашивать. Вот представь себе, что допустим, есть какие-то украшения, которые мы никогда не купим. Или просто не купим. Посмотри, какие бы тебе понравились из них. Мы сегодня вообще точно ничего не купим, но посмотри, вот просто мне интересно, что тебе может понравиться. Ну что смотреть, это же естественно для нее смотреть, что ей понравится. Потому что она женщина. Но она найдет, что ей понравилось. Причем мужчины, знайте, что не надейтесь, что ей понравится дешевле. У меня просто, это реально, вот как бы мой опыт, то есть мы разок в Джайпуре приехали с друзьями. У нас есть один друг, ну такой богатый человек, достаточно состоятельный, и у него жена такая же тоже там, избирательная. И я ее пытался лечить камнями, ничего и не подошло. Вообще ничего не подошло. Думаю, ну есть люди, которым камни не подходят. Вопрос цены, оказывается. И там была такая ситуация, что мы пошли к моему знакомому, ювелиру, там у него камней много разных, и ей понравились бусы из изумруда. Ну причем там было пять линеек из изумруда, так вот отсюда до груди. Ну нормальные бусы, нормальные как бы. Ну чуть может быть дешевле вашей квартиры, я не знаю, как бы. Ну нормальные бусы из изумрудов, понимаете. Но это самое главное, что он испугался покупать. Говорит, да что же такое бусы такие покупать. Я говорю, ну давай посмотрим. Может, я просто, мне было интересно. Я говорю, ну понравилось, давай сейчас пусть померить, посмотрим. И она у него такая болезненная, постоянно голова кружится, там туда-сё. И она одела бусы эти. Говорит, ой, голова не кружится. Он говорит, ну это самовнушение. Такой он возмутился, потому что денег много стоит. Я такой начал тестировать, смотрю, нет, говорю, не самовнушение, точно ей подходит. И он такой, начал репу чесать. Но потом он все-таки купил эти бусы ей. Он взял в рассрочку, купил. И потом она в них выносила ребенка. Вот снимает, у нее тонус. Одевает, все нормально. И так она ребенка родила благодаря этим бусам, представляете. Они ее лечили. Вот чуть плохо она одевает, и в них хорошо. А без них ей плохо все время. Представляете. Но идея в чем заключается? Что он богатый бизнесмен, сильный. Вот не надейтесь, богатые бизнесмены, что же вам жена достанется, которая не будет деньги из вас вытягивать. Потому что если ты богатый, по природе, по твоей, тебе такая же жена достанется, и ей ничего не будет подходить, кроме дорогих вещей. Поэтому говорит, дорогая ты моя. Имеется в виду именно это. Дорогая означает, не дешевая. Это так вам свой опыт рассказывал. В целом, если говорить уже о самой женщине, то нужно понять, что никто за женщину не сделает ее счастливой. То есть она сама должна себя сделать. Женщина всегда хочет, чтобы кто-то ее осчастливил. Такая природа. И она ждет постоянно. Но ждать ничего не надо. Вот это ошибка. То есть... И так же не означает, что надо что-то заставлять делать. Но женщина должна начать жить в отношениях. Она должна учиться любить, заботиться обо всех. И причем здесь нужно иметь сверхактивную жизненную позицию. Не бойтесь ничего. Женщине позволено все. Буквально все. Например, она на улице идет, и там ребенок плачет чужой. Она может подойти к нему. Ой, хорошая. И мать когда придет. Ой, спасибо, что успокоили. Вообще не будет против. Женщине в социальных отношениях позволено все. Она может копать какие угодно газоны. Успокоить кого угодно. Парни пирожками. У меня, допустим, жена очень легко, когда мы жили там в разных квартирах, она очень легко устанавливала отношения с соседями. Надолго. Она просто... Мы приезжали куда-то, она... Ей просто не нравилось, когда люди, все соседи чужие. Ей хотелось, чтобы все были родными. Она приезжала, сразу же печь эти пирожки. Куда-то приезжала, сразу пирожки. И сразу раз соседке звонит. Допустим, сосед открывает, она говорит, а ваша супруга дома? Он говорит, Манька дам, или еще как-то. И где тебя зовут? Та приходит, и она говорит, я новый рецепт отрабатываю пирожков. Попробуйте, пожалуйста, вам понравится или нет. Та такая... Не хватает этого такого... Не хватает вот этого. Тарас опять идет, заново все печет, короче, как она хочет. Приглашает ее, звонит. Та такая... О, это уже вкусно. И Тарас ей все эти пирожки, короче, отдает целую тарелку. И все, проходит полгода. Я просто случайно иду на работу, встречаю мужа ее на лестничной клетке. И он смотрит на меня и улыбается. Почему? Потому что пирожки. Ну, то есть, уже установились отношения, и они будут всегда такими, они уже не поменяются. Потому что женщины создают отношения, а не мужики. Почему в обществе холод? В обществе холод. Почему? Потому что женщины нереализованы. Они не создают отношения. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Ну, то есть, они создают отношения, женщины, и мужчины радуются. Они хороводы там, в древней культуре водили, девушки. И они сшивали с ног мужиков коллективно всегда. Вот, допустим, парень не женатый, одна девушка не может ему понравиться. Она ему нравится среди всех девушек. Когда все девушки собирают, все улыбаются, они вместе ему по пашке, бац, только. И одна потом уже его забирает себе. В дом следующий мужик. Коллективная энергия у женщин. Сейчас всей женщины, мужчины, не хватает им энергии природы. Поэтому много людей бесплодных. Причина 90% это застой. Застой в органах малого таза. Если у вас нет детей, начните бегать, начните двигаться на природе. Больше гулять, больше двигаться. Активная жизненная позиция по отношению к природе. И это может очень сильно помочь. Часто люди рожают, женщины рожают, забеременеют, когда они ездят на море. Часто женщин моря не хватает. Эта же энергия тоже женская. Гормоны начинают на море лучше работать. В древней культуре женщины, когда вот вода и земля, вот эти две энергии соединяются, то женщина, она получает гормональную силу. Часто женщин на время даже песок зарывали в мокрой, на солнце. Не в холодное такое, когда жарко. И они лежали в этом песке. И это помогало лечить бесплодие. Женщина наполнялась этой силой земли и воды одновременно. И солнце ей нужно тоже обязательно. Потому что солнце это мужская энергия. Женщина не может жить без солнца, без мужской энергии. Всегда холодно. Мужчине всегда жарко. Потому что ему не хватает женской энергии. Холод это женская энергия. Мужчина всегда перегревается. Им нужен холод для здоровья. А женщине для здоровья нужно тепло. Холод не подходит для здоровья женщин. А тепло подходит. Поэтому женщины должны лучше одеваться. Мужчины наоборот стараться мерзнуть чуть-чуть. Тогда они оба и те и другие становятся здоровыми. Также для женщин здоровья нужны овощи, которые растут над землей. Корнеплоды, свекла, морковь. Это мужская энергия. А женская энергия это тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны. Над землей, когда что-то растет, соприкасаясь с землей особенно, тыква, кабачки. Лежит на земле и растет какой-то продукт огурцы. И он дает женскую энергию. Молоко также является женской энергией. Молочные сладости женщины должны есть. Вот допустим фрукты это мужская энергия. А молочные сладости, фруктовые сладости мужская энергия. А молочные сладости женская энергия. Женщина не мотивируется просто аскезой. Вот допустим женщине надо двигаться. Если она не двигается, она тоже больной будет. Каждый человек должен двигаться. Но женщине, чтобы двигаться, ей надо двигаться так, чтобы была какая-то энергия любви. Искусство это энергия любви. Допустим художественная гимнастика это вот женский вид спорта. Потому что там есть любовь. Она что-то крутит постоянно там. Что-то вращает. Музыка. Поэтому женщина, когда она допустим двигается, ей нужна какая-то энергия любви. Некоторые женщины любят собачками бегать. Вот собачка есть рядом, бежать интересно. Нет, не интересно. Нужна энергия любви. Или допустим под музыку бежать. Или танцевать допустим. Женщины должны танцами заниматься все. Или петь. Или рисовать. Или танцевать. Или стихи сочи. Или психи декламировать. Но женщина должна обязательно что-то делать из этого. Иначе ее психическая энергия не двигается. Женщина не может жить без творчества. Ей нужно обязательно как-то себя растормаживать творчеством. Или движения, или танцы, или песни, или стихи. Рукоделие. Что-то красивое вязать можно. Ну то есть, если она ничего этого не делает, то ее женская энергия не движется. Она стоит. И у нее она капризничать начинает. Женщина когда капризничает, значит женская энергия застаивается. Не двигается. Женщина постоянно должна искать вдохновение. Она не может жить без отношений, в которых ей объясняют, как ей жить. Если взять вот комфортную ситуацию для женщины, в которой она очень сильно себя чувствует. Эта вся жизнь полностью расписана. Женщина должна иметь схему, как жить. Полную инструкцию. И тогда она становится асом, специалистом в жизни. Она становится мудрецом, если она имеет эту инструкцию. Мужчина так жить не сможет. Мужчина по инструкции не живет. Мы когда что-то покупаем с женой, я говорю, слушай, почитай инструкцию. Я говорю, я не могу. Мне нужно понять, как действует. Когда я увижу, что оно действует, я пойму все до мелочей. И она идеально изучает. Она говорит, это так, это так, вот это вот так не надо. Вот это так не бери, так бери. То есть полностью женская природа, инструкция для нее, это самое милое дело. Когда мужчина начал видеть, как действует, ему дальше инструкции уже не нужны. А женщине всегда нужны инструкции. Женщины как лекции слушают? А мужчины как? Мужчины сравнивают со своим знанием. Это правильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. Когда первый раз мужчины на лекции приходят, они так, у них такая схема. Дурак, не дурак, дурак, не дурак. Они пытаются понять, слушать человека или нет, всю лекцию первую. А потом он начинает сравнивать и говорит, и женщина его спрашивает, как тебе лекция понравилась? Он говорит, да, все правильно, говори. Она говорит, ты что-то новое услышал? Он говорит, не, ничего не услышал, ну все правильно, молодец. Ну, то есть, восприятие мира разное совершенно. Женщина быстрее обучается. Скорость обучения у женщины в два раза быстрее, чем у мужчины. И даже практически женщина обучается быстрее, если есть инструкции. Но если инструкции нет, женщина вообще не может обучаться. А мужчина в этой среде обучается очень быстро. Мужчина обучается медленнее, но потом у него на дольше знание сохраняется. Он застывает, он фундаментирует это знание, идет в этом направлении. Женщине всегда нужна подпитка, чтобы идти в каком-то направлении. Она должна вдохновение черпать постоянно. Если вдохновения нет, она закисает. Потому что у женщины разум имеет чистоту, но не имеет силы. А у мужчины разум имеет силы, но и не имеет чистоты. Мужчина хочет куда-то идти, а куда не знает. Женщина знает куда, но у нее нет силы. Вместе они могут сотрудничать, а они становятся силой. Мужчина и женщина вместе. По природе женщина очень болезненная. Это не значит, что она больная. Она болезненная. Ей постоянно что-то побаливает. И это нормально мужчинам не думать, что вам не повезло, как бы вы жену себе какую-то странную взяли и что-то побаливает все время. Это нормально для женщины. У нее что-то там побаливает, здесь побаливает. Мужчины болеют только в реанимации. И женщины должны очень внимательно следить за мужем. Надо внимательно смотреть за мужиками, потому что мужчина не чувствует болезни. Это правда. Тело мужское не чувствует болезни. Он думает, что я здоров. А болезнь уже есть. Женщина же никогда не пропускает болезнь, поэтому женщины живут дольше. Хоть и болеют постоянно. Мужчины же могут жить дольше, если жена следит за ним. Я когда к глазному пришел, глаза проверяю. Со мной пришла жена. Профессор говорит. А вы что пришли? Я говорю, это моя жена, она следит за всем, как я лечусь. Он говорит, я понимаю. Я говорю, у меня точно так же. Хотя я сам врач, но у меня жена следит за моим лечением всегда, потому что она женщина. Мужчина как бы по барабану не следит. Но если он уже включился в лечение, он знает, что он болен, тогда он будет следить. Но пока он не знает, он не будет следить. Поэтому мужчина часто пропускает болезнь. Ну, побаливает там, ну, вываливается кишка. Ну, не какаю я пять дней. Ну, ничего страшного, пока какаю ведь все равно. Не понимает, что болезнь уже пришла в его жизни. Ну, ничего страшного. Вы развиваетесь. То есть я вам говорил, что когда женщина не развита, она приобретает мужские качества. Это не значит, что она как мужчина. Это значит, что у них батарейки разрядились, женские батарейки разрядились. Нужно начать по женской жить, женскую природу развивать. И сразу же, как батарейки заряжаются, вы чувствуете себя женщиной. В основном, чувствительной там и так далее. Это просто результат зарядки батареек. Но если вы упахиваетесь целыми днями там на работе, о семье не думаете, о детях не думаете, думаете о повышении своих, как бы, возможностей там в труде, квалификации там и так далее, тогда вы не будете чувствовать себя женщиной. Батарейки разряжены. И мужские качества начнут проявляться. Это зависит от мотивации в жизни, от того, на что вы настроены. Поэтому я говорю, женщины, вы станьте самим собой сначала, а потом уже на что-то рассчитывайте в жизни. Мотивацию правильную. А это не просто сделать. Я, допустим, у меня лекция, есть семинар по предназначению человека. Весь семинар, говорю, что женщине сначала надо думать о замужестве. Заканчивается лекция, женщина подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, кем мне работать? Не могу себя найти в работе. Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, надо сначала думать о замужестве. Она смотрит на меня. Ну, я и думаю о замужестве, а кем мне работать-то? Я не могу себя найти. Я говорю, так вы, если думаете о работе, вы никогда не выйдете замуж, и никогда не найдете работу. Она говорит, почему? Я говорю, потому что вы должны настроиться на замужество сначала. И когда вы настроитесь на замужество, начнете как женщина себя вести, вы успокоитесь. Ко-ко. И тогда вы на любой работе, которая вам более-менее подходит, будете спокойно работать и не париться. Потому что женщине найти себе работу, чтобы полностью подходила женщине, невозможно. Невозможно, женщины. Потому что там деловые отношения на работе, а вы не деловые. Женщина соткана из близких отношений. Поэтому между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Потому что нет дружеских отношений. Есть или близкие отношения, или деловые. Или мужской тип отношений деловые. Или женские означает любовь или привязанность. Но дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Есть отношения, допустим, брат-сестра. Это любовь. Но она не имеет половое желание в себе. Но это любовь тоже. Это близкие отношения. Но если вы завели себе друга, значит, вы будете советоваться с ним, женщины. Потому что женщина, она сохраняет семью благодаря тому, что она держит свое сердце перед мужем открытым. Ее сердце открыто перед мужем. И поэтому он верен ей. Но если она открывает сердце другу, то тогда она теряет мужа. Потому что верность означает откровение для женщины. Если мужчина, ваша жена молчаливая с вами, ничего вам не говорит, как она живет, это очень опасно. Это означает, что она может начать говорить кому-то другому, а потом он ее перетянет незаметненько. И ничего не сделает. Потому что сердце ее закрыто. Часто это бывает из-за грубости мужчин. Мужчина должен очень аккуратно женщины себя вести. Представьте себе, пушинка такая летит. Если до нее дотронешься, она искалеченной становится. Но она все время летит, ее надо поправлять. И ты так, пушинка, вот ты живешь с такой пушинкой. С одной стороны, не поправлять нельзя, потому что улетит. А с другой стороны, дотрагиваться нельзя, потому что покалечишь. Вот ты думаешь, что делать. Аккуратно поэтому. Мужчин должен учиться аккуратно женщины себя вести. Всегда встретил, допустим, жену. Моя дорогая, как ты себя чувствуешь? Потому что для женщины важно, чтобы муж знал, как она себя чувствует. Вот мужчину по барабану, допустим, если она спросит, как ты себя чувствуешь. Скажут, ты нормально. Потому что у мужчины всегда ощущения себя всегда одинаковые. А у женщины постоянно меняются. Поэтому женщина, если спрашивает, как ты себя чувствуешь, мой дорогой, она говорит, что ты меня спрашиваешь? Нормально? Вот. А мужчина, если спрашивает женщину, как ты себя чувствуешь, она будет очень довольна. Потому что на эту тему ей много чего сказать есть. Постоянно. То она так себя чувствует, то так. Все меняется постоянно. Ну, если уж спросил, послушай. Ну, сколько можно это слушать? Терпи. Это есть любовь. Знаете, что любовь между мужчиной и женщиной всегда аскеза. Всегда. Вот то, что в отношениях нравится женщине, женщина искренне верит, что нравится также мужчине. А мужчине это аскеза. Она говорит, ну, хороший, пойдем поговорим. Она думает, ну, мы же любим друг друга, ну, что же мы не говорим? Мужу говорим. А ему это аскеза, он говорит, давай завтра, я сегодня устал. Поговорим, потому что ему, он потеет, когда вот поговорим. Ему тяжело, потому что он мужчина, ему тяжело. Поговорим. Поговорим. Или, допустим, мужчина думает, что вот если жена у меня есть, жена, значит, она должна всегда вот так вот. Да, мой хороший, да. А для женщин вот это вот, да, мой хороший, это конкретная аскеза. Потому что женщина по природе вообще непослушная. Некоторые женщины, ну, чего же такая непослушная? Так ты такая по природе? Потому что женщина становится подслушной под влиянием любви. Вот когда цветочек поливает, он раз, раскрывается. Точно так же женщина, если ее любовью поливать, она послушной становится такая, прижухла. Или ребенок, допустим, ему что-то понравилось, он такой раз, прижух тоже. Послушным становится, потому что ему нравится, он находится под влиянием любви. Но если энергии любви нет, женщина становится непослушной. И ей вот, да, мой дорогой, да, мой дорогой, а она все видит. Причем, она что видит? Все недостатки в мужа видит. И как видит? Навечно. Она увидела все, она не может забыть. Она ходит об этом, думает, что же у нее такой недостаток-то, а? И она все запоминает. Внутри вся память о всех недостатках мужа. И вот потом надо, да, мой дорогой, вот этому полному недостатков, как бы, человеку, надо, да, мой дорогой. А ей же нужна стабильность, означает, все должно быть правильно в муже. А у него все неправильно, и как я его буду слушаться теперь? Поэтому женщине слушаться мужа, это аскеза. Когда мужчина увидел недостаток у жены, а у женщины все скрыто. Она сама от себя все скрывает. Это тайная энергия. И все недостатки скрыты. Она на себя смотрит, думает, господи, какая я совершенная. Женщина сама на себя смотрит. Если она так себя не видит, значит, она некрасивая. Женщина должна, когда глядит себя в зеркало, она должна видеть себя красивой. И тогда она для всех красивая. Это такая иллюзия. Женская энергия такая. Она, когда сама красивая, она так на всех смотрит, как красивая. И всем та же, она кажется красивой сразу. И когда мужчина, не дай бог, увидел у женщины какой-то недостаток, он так удивился. Говорит, ты че? Тогда женщина делает вот так губки. И это значит, тебе капец. Она делает так губки. Это еще ладно, если она так губки делает. Если она еще руки вот так делает, то это все тогда, суши весла. В этот момент она достает пулемет своей памяти. Целится тебе прямо в сердце. И с помощью эмоций, потому что эмоции являются силой, доводящей пулю до сердца. Она начинает со скоростью ветра перечислять все твои недостатки, которые ты совершал в течение жизни с ней. Он один раз только что-то сказал. И все, ну все, сдаюсь, сдаюсь. Сражаться в споре с женщиной невозможно. Если женщина с вами не спорит, она вас просто жалеет. Но переспорить ей мужика раз плюнуть. Потому что у нее для этого есть все. Она психически в 6 раз сильнее мужчины. Раз. Она помнит все его недостатки постоянно. Два. Вот. У нее сильнее эмоции, потому что эмоции в споре это очень важно. И женщине не надо напрягаться, допустим. Он ее обзывает, она говорит, сам такой. Не сильно напрягаюсь. Ему надо напрягаться, чтобы спорить. А ей не надо. Видите, поэтому мужики с женщинами не связывают. Я могу это легко доказать. Кто не верит, что это так? Поднимите руку мужчины. Что женщинам нельзя связаться. Хорошо. Я вам сейчас докажу. Смотрите. Возьмем, допустим, девушку молодую и парня. Вот как они выглядят? Девушка вчера спрашивала у меня, такая молодая. Олег Кеннадьевич. Такая. Ну, такие молодые девушки так выглядят. Совсем молодые. Парни как выглядят молодые. Ну, такие мужественные, такие сильные, крепкие. Не все ни почем. Теперь, 40 лет спустя. Женщины, как выглядят? Это страшное слово бабки. Там всех строят вокруг. Страшное дело. Дедушки, как выглядят? Обломали полностью. Нет? Дедушки не так выглядят? Ну, посмотрите, как не так. Ну, посмотрите. Дедушки, они скромненькие такие, смиренные, терпеливые. А бабушки такие? Разве не так? Или бабушки такие терпеливые, смиренные? А дедушки такие все, бегают. Так? Да? Вы такое видите? Таким мир. Я выбрал неправильного оппонента, потому что он мужчина. Он не может согласиться просто в принципе. И это нормально. Но факт остается фактом. Женщины, когда развиваются, они становятся очень сильными психически, непреклонными. Постоянно лезут во все дыры. Как бы всем замечания делают. Мужчины терпят просто с возрастом, становятся спокойными, терпеливыми. И так человек готовится к следующему рождению. Потому что мужчина готовится к какому рождению? К женскому, потому что он был привязан к женщине. Женщина с возрастом приобретает больше мужских качеств. Мужчина приобретает больше женских качеств. Женщина становится спокойнее, покладистее, доброжелательнее, добрее дедушка. А? Но это нормально? Это нормально так трансформируется характер человека? Женщина становится более такой активной. Ну, сравните женщину в 50 лет и в 20. Вы увидите разницу. Колоссальную. То есть разница какая. Девушка молодая, она такая скромная, пугливая. Ну, как бы женщина уже не скромная и пугливая в 50 лет. Она всех это может построить запросто. Так меняется характер, трансформации идут. Теперь возьмем маленького ребенка. Есть две категории детей. Допустим, мальчик бывает очень пугливый, скромный. Или бывает безбашенный совершенно. Если мальчик безбашенный, значит, он в прошлой жизни был кем? Мальчиком. А если он пугливый, скромный и боится всего, значит, в прошлой жизни он кем был? Девочкой. Девочки тоже рождаются, некоторые очень женственными. С самого рождения они такие, как бы, как будто она всегда девочкой была. Это значит, что она и была девочкой в прошлой жизни. А некоторые рождаются, чем занимаются маленькие девочки? Дерутся со всеми. Да, глаза квадратные, ничего не боятся. Значит, она мальчиком была в прошлой жизни. Ну, ладно, это как бы такое уже знание для некоторых запредельное. Некоторые не верят вообще, что есть в прошлой жизни люди. Труднодоказуемая вещь. Итак, что полезного, женщина, я хочу вам сказать. Первое. Никогда не бойтесь себя, своего характера. Женщина очень много видит в себе мужского, всегда беспокоится, переживает об этом. Это неправильное мышление. Это означает, что человек съедает себя сам. Нужно просто действовать, развивать в себе женское и забыть про мужское в себе. Тогда оно просто пропадет, потому что в женщине ничего мужского нет, никогда не бывает. Просто есть женщина, заряженная батарейками любви и отношений, а есть не заряженная. Все зависит от силы заряда. Чем больше женщина заряжена, тем она больше женственная. Чем меньше заряжена, тем меньше. Не бывает такого, что у женщины мужское. Это просто внешне так кажется. Я просто вам говорю в динамике. У меня есть опыт. Я вижу, как женщины начинают отношения строить, и у них пропадает все это мужское быстро. Не надо долго ждать. То же самое мужчина, когда на печке лежит, он там капризный весь, такой несчастный, замученный, больной. Его, допустим, в армию отдать, через два года приходит, он уже не замученный, не больной, такой спокойный, строгий, смелый, храбрый, сильный. Это означает, что он просто начал жить по своей природе, как мужчина. Мужчина живет в аскезе, он здоровым становится, когда он в трудности. Ему нужен вызов. Какой-то вызов в жизни мужчине нужен, чтобы что-то новое сделать, победить и так далее. Как женщине заниматься духовной практикой? Нужно понять, что женская духовная практика означает вовлеченность. Вот, допустим, есть службы религиозные. Это женское мероприятие, а не мужское. Поэтому мужские мужчины в основном туда не ходят. Зачем они нужны, эти службы? Ну, допустим, песнопения какие-то церковные там, или проповеди. Они нужны для того, чтобы вдохновлять людей. И женщина нуждается в этом вдохновении очень сильно. Поэтому социальная деятельность, такая духовная, такие как церкви, храмы, они очень сильно нужны женщинам. Женщины должны ходить обязательно в церковь, в храмы. Женщине также нужно знать, что она не очень сильно влияет обстановка. Поэтому надо менять в доме обстановку. Если вы хотите духовно развиваться, нужно, чтобы были иконы в доме, чтобы алтарь был. Мужчине вот часто по барабану есть там алтарь, нет. Но женщине нужно, иначе она чувствует себя плохо. Ей нужна эта атмосфера, в которой она хочет жить. Она должна менять свою атмосферу сама. Одежды тоже есть. Три типа одежды у женщин. Первый тип одежды, что это одежды направлены на секс. Это одежда в невежестве, когда одежда открытая сильно, все видно. Это одежда в невежестве, она разрушает духовную жизнь женщин. Есть одежды в страсти, вычурные одежды, но сильно, допустим, цвета такие яркие там и так далее. Эта одежда возбуждает психику женщин, тоже уводит от духовности. Есть одежды красивые, но очень мягкие цвета, гармоничные, все закрыто тело. Это классика таких одежд, это духовные одежды. Вот взять, допустим, мусульманскую одежду женскую, очень красиво. У меня есть одна знакомая в Уфе, вернее, это несколько девушек, они являются редактором мусульманского журнала. И они показывают мусульманскую моду, там такие обалденные одежды просто. Они вот шьют это, одеваются, фотографируют, очень красиво. То есть, всегда одежда, связанная с духовностью, она тоже очень красивая, но при этом она не разрушает женщину, она сохраняет ее наоборот. Женщина, которая, допустим, открывает тело, она отдает себя в это время. Ну, то есть, женщина, допустим, имеет хорошее настроение, она всех любит, она открыла свое тело, ну, не полностью, понятно, но в какой-то степени, и пошла, допустим, на улицу погулять. Все люди, которых она встречает, они реагируют на ее тело. Женщины как реагируют? В духе конкуренции. Мужчины как реагируют? Они пожирают это тело, то есть, они как бы падают под влияние и начинают наслаждаться женским телом. Но знайте, что это желание, наслаждение, оно не является просто эфемерным каким-то. Если мужчина наслаждается женским телом, то он съедает часть ее психики. Другими словами, ее настроение портится, потому что, если эту энергию пользуются муж, допустим, или дети, тогда она наполняется женщиной, потому что энергия идет в замкнутой среде. А если чужие люди пользуются ей, то она, ей приятно, но это приятно за счет уничтожения энергии. То есть, в результате она доходит до того места, куда она пошла, и она становится пустой. Допустим, она пришла домой, и ей любовь надо мужу отдавать детям, а нет уже любви, и она все истратила ее, потому что ее телом пользовались. Теперь вы грустными стали у меня, женщины. Мне дальше рассказывать или все лучше? Достаточно? Рассказывать. Все нормально. Некоторые вещи, конечно, трудно принимать. Нам не так просто жить. Да? Давайте вот теперь у нас сегодня женщины спрашивают, завтра мужчины. Вот девушка волнуется на втором ряду. Олег Дмитриевич, я хотела спросить, а у вас что происходит с мужчинами, которые находятся и сожирают женщину? Давайте им прямо шлепнем, вот. Что с ними происходит? Наедаются, становятся такими масляными. А для мужчин, это вообще-то тоже приятно, да? Да. Теряют себя, разум теряют. Из летописи такие они описывают. Было такое государство Спарта, не путайтесь, 300 спартанцев. Это просто восставшие гладиаторы. А было государство Спарта, в нем было не так много людей. Но там было такое правило, что мужчины, они много лет, по-моему, там лет 15, они служили все в армии. И при этом был запрет на отношения с женщинами. Они даже не смотрели на женщин. Было такое пословице, что легче столб соблазнить, чем воина Спарты. Эти мужчины, которые не смотрели на женщин, вот они с 15, там, с 14 лет начинали осваивать боевое искусство, они были такими сильными и храбрыми, что никто не мог их победить. Это было абсолютно непобедимое государство. Они никогда не проигрывали войны, никогда не проигрывали. Почему? Потому что у них были, забыл закон. Мужчины не общались с женщинами, пока они находятся в армии. И мужчина такой становился просто как камень сильным. Потому что мужчина теряет силы во время отношений с женщинами. То же самое происходит и когда в древней культуре мужчин обучали, вообще просто учили. И женщин тоже, кстати. Даже в России это было еще 150 лет назад. Женские школы, мужские школы. Когда мужчина учится, и он не контактирует с женщинами, он становится очень сильным, разумным, мужественным. Но когда он начинает попадать под влияние женщины, то есть вот эта женская энергия расслабления, она его расслабляет, женщина. И он становится слабым. Поэтому есть такой эффект, когда мужчина женится, он слабеет. Это естественно происходит. Мужчина женился, у него на работе может стать хуже дела в отношениях, потому что его расслабило. Когда мужчина женится, женская энергия расслабляет сильно. Такой мужчина как ватрушка становится сначала. Но потом он может как бы, она его начнет долбать, конечно, женщина, и он окрепнет от этого, становится крепче. Ну или сам мужчина так себя в руки берет.